Приветствую всех, кто зашел ко мне на канал. Сегодня показываю простой, но гениальный рецепт шарлотки с клубникой для домашнего чаепития. Безумно вкусный бисквит с совершенно потрясающей хрустящей верхней корочкой. А начинка из клубники добавляет этому пирогу сочности и аромата. У меня с прошлого лета осталось немного замороженной клубники. Это уже самая последняя из моих заготовок. Долго думала, куда эту клубнику приспособить. Решила использовать ее в шарлотку. Ну а следующую шарлотку уже буду печь со свежей клубникой. Клубнику размораживаем, сливаем с нее лишнюю жидкость. Добавляем крахмал. Крахмал можно использовать любой. И картофельный, и кукурузный, и тапиоку. И все хорошо перемешиваем. Дополнительно можно выложить клубнику на сито, чтобы с нее сливалась оставшаяся жидкость. А тем временем приступаем к приготовлению бисквитного теста. Выкладываем в чашу миксера 4 яйца категории С1 или 3 яйца категории С0. Добавляем щепотку соли. Начинаем взбивать яйца, постепенно добавляя сахар и увеличивая скорость миксера. Взбиваем до белой пышной пены. Снижаем скорость миксера до минимальной. И постепенно добавляем муку. Перемешиваем все до однородности. Не забудьте добавить в муку разрыхлитель. В итоге у нас должно получиться вот такое вот тесто консистенции густой сметаны. Очень пышное, очень приятное. Форму для выпечки промазываем растительным маслом. Можно, конечно, промазать и сливочным, но я предпочитаю растительное. Форму для шарлотки я использую круглую диаметром 26 см. Подготовленную клубнику я выкладываю на дно формы, а затем покрываю ее тестом. Можно это сделать и по-другому. Сначала выложить в форму половину теста, на него клубнику, а на клубнику оставшееся тесто. Это кому как нравится. Аккуратно, чтобы тесто просочилось на дно, немного прокручиваем форму. Можно даже потихоньку постукать формой о рабочую поверхность. Выпекаем пирог в разогретой духовке до 180 градусов по Цельсию, минут 40-50, в зависимости от размера формы. Перед шарлоткой я выпекала чиабатту и решила похвастаться, какая она у меня получилась. Вот такая вот шикарная, настоящая, я думаю, что не хуже, чем у самих итальянцев. При вас буду смотреть, какая она внутри. Для меня каждый раз этот момент самый волнительный. Никогда не знаешь наверняка, что получилось. А получилось очередное чудо, очередной шедевр. Я уже выкладывала этот рецепт на канале. Для тех, кто не видел этот рецепт и есть желание посмотреть, ссылку я оставлю в описании под видео. А вот уже и шарлотка подоспела. Через 20 минут после начала выпечки я накрыла ее листком пергамента, чтобы верхушка не подгорала. Фольгой я накрывать не рекомендую, потому что фольга это алюминий, а алюминий при нагреве выделяет всякие ядовитые вещества. В фольге можно хранить продукты в холодильнике, тогда она безопасна. Готовность пирога проверяем шпажкой. На шпажке не должно быть сырого теста. Когда пирог полностью остынет, посыпаем его сахарной пудрой. Шарлотка получилась нежной, мягкой, очень легко режется, очень ароматная. То, что нужно для семейного чаепития. Безумно вкусный бисквит с обалденно потрясающей корочкой и клубничной сладкой начинкой. Клубники для этого пирога достаточно совсем немного. Для сочности и аромата готовой выпечки. Обязательно приготовьте этот простой, легкий и гениальный десерт. Вы не пожалеете!